Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и новый товар в магазине. АМХ М4 МЛЕ54 появился на продаже в составе набора, либо в голом состоянии, в зависимости от того, в каком виде вы хотите его брать, в легендарном внешнем виде, либо просто машину, которую оденете в свой каму, ну и соответственно без дополнительных ништячков. За 20 тысяч вам предлагают абсолютно голую машину, даже без открытого оборудования, а на оборудку вы потратите приблизительно 4 миллиона серебром на 10 уровне. Ну, короче говоря, машина и слот в ангаре. Что касается набора за 25 тысяч, то здесь немножко повеселее, потому что вы получаете легендарный внешний вид, который разрабатывался специально для этой машины, вы получаете открытое все оборудование, есть целых 25 сертификатов Х5 на данную тачку, что позволит вам существенно прокачать элитный опыт экипажа. Плюс к тому, вы получаете 5 мистических контейнеров, из которых возможно вам выпадет мистический сертификат, а оттуда какая-нибудь машинка выпадет. Короче говоря, ценники абсолютно стандартные для десятки и крайне редко бывает такое, чтобы дешевле 20 тысяч машины появлялись в продаже просто так. Я не говорю о каких-то аукционах или черных пятницах. Если мы говорим о ценниках, которые просто выставляются на машины в магазине, там где они появляются периодически, то, соответственно, ребят, как я и сказал, 20 тысяч для голой десятки это абсолютно стандартная цена. Я не говорю, что она хорошая, я просто говорю, что это стандартный ценник. Ну и то же самое касается набора за 25 косарей. Абсолютно честный обзор в стиле моего канала я уже делал на данную машину и вы можете его посмотреть, перейдя по ссылке, которую я добавил в описании. Плюс к тому, вот ссылочка сверху, переходите, посмотрите. Поверьте, вам это не помешает для принятия взвешенного решения, стоит его покупать или не стоит. Что касается самого танка, я не могу сказать, что это прям совсем какая-то крутая машина, она абсолютно заурядна, но в то же время вполне себе приятная. Не знаю, стоит ли она 20-ку, наверное, нет, за 20 я бы его не покупал. Может быть, взял бы его тысяч за 17,5 в голом состоянии, либо за 20 тысяч в составе вот такого вот набора, как сейчас выставили. Но это моя позиция, вы свою пишите обязательно в комментариях, ребят, ваше мнение интересно тем, кто смотрит данное видео для принятия решения в отношении того, стоит ли разбивать свою золотую копилку ради АМХ. Что касается ТТХ, как обычно, кратко заценим с вами ТТХ по орудию, ну а все остальное будем смотреть непосредственно в бою. Что здесь с орудием? С орудием здесь все, как обычно, для 10 уровня вполне нормально сбалансировано. Немножечко, немножечко будоражит время сведения, которое больше 4 секунд, ну а если быть точным, что 4,2 с учетом установленного оборудования в двух слотах именно на улучшение времени сведения. Что касается пробития, 257 на базовых снарядах больше, чем достаточно, чтобы сражаться с десятками, поэтому ставить калиброванные снаряды нет абсолютно никакого смысла. Плюс к тому, если вдруг прям совсем не хватает, можете взять кумулятивный голдовый снаряд и будете иметь пробитие в 330, хотя, я бы сказал, существенно провисните в альфе, потому что на базовом снаряде 450, а на голдовом 380. И согласитесь, 70 единиц урона среднего, это не так уж и мало, исходя из цифры в 450. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8, и это действительно приятный угол склонения, с учетом того, что здесь очень хорошо забронирована солба башня. От башни отыгрывать сам боженька велел. Что касается времени перезарядки, то 10 секунд с копеечкой, хотелось бы все-таки, чтобы здесь перезарядка была меньше, потому что все-таки 450 альфы, это не настолько много, чтобы давать более 10 секунд времени перезарядки. Ну, у того же самого супер коня, там перезарядка немножко поинтереснее. Давайте ради интереса глянем. Ну и вот, как вы видите, ребят, по ТТХ, здесь перезарядка 8,2, а это, грубо говоря, 2 секунды разница, и альфа 400. Поверьте мне, на супер коне играть с 400 альфы гораздо веселее и приятнее, нежели с 450 на АМХ. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение, я не претендую на звание самого главного и крутого эксперта в этой игре. Просто высказываю свои ощущения и свое мнение по поводу машины. Что касается брони, в честном обзоре полный зацен брони есть, скажу только одно. Вот так вот солба башня просто шикарно забронирована, пробить ее невозможно. Ком-башенки есть, но они не такие большие. И когда вы играете от башни за какой-то неровностью, то вот эта ком-башня, расположенная в самом конце башни, она практически не видна. И выцелить ее вот так вот, я бы сказал, ну практически нереально. Что касается передней части, то здесь хорошая приведенка и хорошая броня. Страдальческий нижний бронелист находится очень глубоко под машиной и выцелить его безумно сложно. Короче говоря, в прямой проекции играть крайне классно. Когда вы поворачиваетесь немножко ромбом, то вот здесь становится более прозрачная серая зона, которую можно пробивать голдовым снарядом. Здесь порядка 260, если не ошибаюсь, с приведенкой. Короче говоря, голдовыми пробивать будут базовыми, ну навряд ли. По крайней мере, большого количества танков соперников не будет в игре, которые смогут с легкостью вас туда пробивать. Ну что, все, что можно было обсудить по АМХу, стоя в ангаре, мы обсудили. Давайте тогда возьмем машину и попытаемся ее заценить. Ну что, поехали. Ну и давайте будем сразу обсуждать, что видим и что ощущаю я, играя на данной машине. Что касается подвижности. С учетом ее размеров, с учетом качества бронирования у данной машины, я не могу выставить каких-то претензий в отношении динамики и подвижности данной тачки. Едет очень даже нормально. Понятное дело, что многие машины будут нас опережать, уходить вперед от нас. Но все же, ребят, давайте помнить о том, что у нас хорошо забронирована башня. Позволяет играть нам, прячась за какими-то вот такими вот холмиками и неровностями. И в целом, именно в этом фишка данной машины. Время перезарядки, находясь, скажем так, в позиции лицом к своим соперникам, да и плюс к тому, находясь не в сильной близости к ним, переживает машина это время перезарядки абсолютно спокойно. Так, давай, отстреливай. Ход назад у машины, кстати, тоже довольно приятный. И данный тяжелый танк не относится абсолютно к тем машинам, на которых очень тяжело откатиться вовремя назад и не получить тычку в ответ после того, как вы выстрелили. Хочется также отметить, что данная машина не является суперфановой, но достоинством, опять-таки, этой машины является как раз то, что она абсолютно спокойная. То есть она не требует от вас какого-то быстрого геймплея, она не требует от вас какой-то суперской сноровки. Это просто машина, на которой ты заезжаешь в бой, отыгрываешь спокойную катку в абсолютно монотонном режиме и от этого получаешь своего рода позитивные эмоции. Да, есть машины более интересные по скорости передвижения, та же самая пирания, которая играется как средний танк, но там совсем нет брони. Есть, допустим, тот же самый суперконь, либо чифтейн с шикарными фугасными снарядами с хорошим пробитием, но опять-таки геймплей немножечко не такой, как у этой машины. Сейчас попытаемся прорваться вперед, Яга заткует назад, потому что находится на перезарядке, ну а у нас это дополнительное дыхание, которое мы сейчас вложим в то, чтобы закинуться с кормы или с борта к нашим соперникам. Ну и попытаемся там еще немножко отыграть своей довольно-таки неплохой альфой, хотя и не имбовой. Так, где кто? Ну вот наш герой-смертник, размениваемся, размениваемся, пускай не с сильно большим плюсом, но все-таки в нашу пользу в отношении количества наносимого урона. Нет, надо отходить назад. Ис молодец, прячется, вопросов нет. Ну а вот сейчас отрабатывает броня, о которой я говорил, которая действительно очень приятная, очень классная, больше чем уверен, что Яга сейчас не пробьет. Вот вам, пожалуйста, результат выстрела Яги. Пока Яга на перезарядке, я думаю, можем подкатиться вперед и закинуть Яги в нижний бронелист, но в данном случае уже голдовым снарядом. Это то, что я говорил, что если вдруг вам не хватает базового снаряда для того, чтобы кого-то пробить, то калиброванные снаряды особо нет смысла с собой брать в драку, можно просто использовать голдовые. Ребят, доберите этого ТВП кто-нибудь, он делает мне больно и неприятно. Ай, ушел, ушел и, в принципе, на этом сейчас будет слив, потому что его добрать я не успел. Ну, а соперников, ну, уж очень много. Ну, что смог, то сделал. Понятное дело, что по бортам башня пробивается. Вот как раз вот этот треугольник, про который я говорил, что если ты доворачиваешься из прямой проекции по отношению к сопернику ромбом, то как раз туда будут вас выцеливать, к этому необходимо быть готовым. Ну и, опять-таки, вернемся к бронированию башни. Повторюсь еще раз, данная машина лучше всего отыгрывается именно от неровностей, ну и, соответственно, пряча свой корпус. 2900 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Я больше чем уверен, что я нахожусь в команде на первом месте по количеству нанесенного урона. Что касается впечатления, общее впечатление от машины остается позитивным. Действительно хорошая тачка, не суперфановая, как я уже сказал, исключительно для спокойной монотонной борьбы с вашими соперниками. Что касается фарма, здесь фарма нет, не уйдете в минус, даже если используете голдовый снаряд, но я не могу сказать, что это на постоянку. Если будут проигрышные бои, то будете в минус уходить. Ну и, в принципе, ребят, давайте будем говорить откровенно. Данная машина, это коллекционный танк, и он не должен фармить по определению, он должен предоставлять вам возможность получить какое-нибудь позитивное впечатление по результатам боя. Вот, пожалуйста, результаты по урону нанесенному. Мы находимся на первом месте с существенным отрывом. Можно было бы там немножко больше накидать, и было бы где-то в районе 3,5 тысяч урона. И эта машина, в принципе, практически за каждый бой может позволять вам вывозить такой урон. Также стоит отметить, что АМХ хорош тем, что, в отличие от многих других машин, оставаясь один на один с кем-то из соперников, у вас есть все шансы его разобрать. Потому что вот этого товарища разобрать на болты и гайки, задача не из легких. Ну, понятное дело, что если заходит по бортам или с кормы, то здесь уже бабка на двое шептала в отношении того, получится вам выстоять в этой схватке или нет. Ну что, давайте возьмем машину еще в один бой, для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою она отыгрывается, ну и, соответственно, какие результаты она вам будет давать. Ну что, поехали. Нам, в принципе, судьбой предписано ехать на направлении тяжелых танков. Там действительно нам место, мы можем выдержать натиск соперников, мы можем продавить направление, особенно если будет грамотная поддержка. Очень обидно, что еще один тяжелый танк из нашей команды с нами не поехал, а значит мы сейчас вместе с ФВшкой будем встречать вдвоем, скорее всего, троих соперников на тяжах. И это не очень приятно, особенно исходя из того, что ФВ далеко не самый крутой танк на 10 уровне. Но многие посчитали, что после ребаланса в обновлении 10.3 эта машина станет играться, ну, прям божественно. Ничего уникального с ней не произошло, но в любом случае на каждой танке есть свой танкист. Поехали. Поехали проскакивать дальше. ФВ молодец, захватывает базу. Вот что касается, ребят, стрельбы на дальних расстояниях и точности орудия. Снаряд летит медленно. В этом действительно минус. Но точность у орудия на дальних расстояниях есть. Время сведения вполне себе, как оказывается, достойное. Что касается точности, то вы действительно попадаете туда, куда целитесь. Не знаю, насколько правильно я сейчас делаю, что играю здесь в снайпера и не еду вперед. Наверное, стоит все-таки в корму к ребятам подкатить поближе. Потому что от игры на дальнем расстоянии сейчас навряд ли будет какой-то толк. Даже если бы я сейчас сделал пробитие одной или два по ком-то, то все равно эта ситуация не спасла бы абсолютно. Так, погнали. Засвет, интересно, кто. Скорее всего, ПТХ. Минус раз. Ну, давай. Блин, как не повезло. Так. Адреналин мне в помощь. Надо добрать этого жука, который убежать пытается. Ну и поехали дальше. Пока шансы есть. Еще 3-2. Я думаю, что в целом вытянуть еще все возможности у нас есть. Особенно исходя из того, что соперники есть шотные. Лечимся. Так. Зря я. Зря я полез. Я на кранвагна абсолютно не хотел сейчас нарваться. Но, слава богу, как я говорил, здесь броня лобовая просто шикарная. Так. Я думаю, что вот этого брата мы тоже можем отправить отдыхать. Ну все. Не, братишка. Я думаю, что ничего хорошего у тебя не выйдет. Хотя к тебе там друг твой подъезжает. Да. Позитивом супер коня, конечно, является лучшая скорострельность. Соответственно, лучше ДПМ. Эй, эй, эй. Хотел сделать его шотным, но не вышло. Куда пробил? Ну, пробил, понятное дело, в верхний бронелист. Потому что я сейчас стою в такой проекции, что верхний бронелист не имеет супер крутой приведенки. Ну и, соответственно, это привело как раз и к пробитию. Что касается вот этого вот всего, что снизу, я изначально говорил, что нижний бронелист страдальческий, хотя расположен очень даже таки комфортно и уютно. В целом, все, что можно было сделать для победы, сделали. Давайте теперь досмотрим катку. Я очень надеюсь, что все-таки победа это дело закончится. Ну и будем заценивать результаты и подбивать итоги. Итак, друзья, победа 2000, можно говорить с половиной. 2500 урона, 4 уничтоженных соперника. Что касается результатов по серебру, то с учетом того, что здесь есть прем-аккаунт 74-100, голдовые снаряды, если я правильно помню, я не использовал в данной катке. Ну и если у вас прем-аккаунта не будет, то 53800. Мне кажется, что для не фармящей машины это очень достойный результат. Что касается нашей результативности в команде по урону, то обратите внимание, мы занимаем второе место с несущественным отрывом того, кто занял у нас в команде первое место. Что касается наших соперников, то их стоит похвалить, потому что они достойно сражались, и мне это было приятно. Было приятно с ними поиграть. Ну и в частности, я очень, очень, скажем так, с большим уважением отношусь к Ранвагну и к Супер Конкуайру, которые дали хорошие результаты по настрелу и действительно бодро поддержали друг друга, когда я к ним приехал. Теперь, ребят, давайте подбивать итоги в отношении АМХа. Я скажу следующими словами. Знаете, есть такое выражение. Хорошая рабочая лошадка. Так вот, АМХ – это хорошая рабочая лошадь, которая не принесет вам абсолютно ничего уникального, но принесет вам ровные бои от катки к катке с абсолютно стандартизированным результатом. Вне зависимости от того, проиграете вы или выиграете, да и плюс к тому, выигрывать на АМХе в схватках действительно гораздо проще, чем на многих машинах из 10 уровня. Вот такой вот он АМХ в абсолютно честных боях и вот таким вот он будет у вас, если у вас от 50 до 55% побед. Да и, в принципе, с меньшим количеством процентов по статистике побед вы тоже сможете справляться с этой машиной, потому что каких-то уникальных знаний, уникальных возможностей и навыков данная машина от вас не потребует, в отличие от многих других тачек на данном уровне. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Я бы, допустим, за 20-ку голую машину не приобретал, а вот за 17,5-18 в голом состоянии взял бы с удовольствием, потому что машина действительно достойна внимания. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вы подписывайтесь на канал, ставите лайк данному видосу, потому что я больше чем уверен, что попытался, точнее, моя попытка быть полезным должна была быть результативной. Ну и очень надеюсь на то, что вы никогда не будете тратить золото попросту и не будете жалеть о том, что вы что-то приобрели. Ну а для того, чтобы быть уверенным в том, что вы не сделаете ошибку, смотрите мои видео, а для этого прожмите колокольчик, для того, чтобы их не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.